Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Собственно говоря, я уже отвечал на этот вопрос, о чём автор сам говорит, что уже отвечали на её вопрос. Это вопрос про то, что у автора муж достаточно зависим от алкоголя и от брата. Из-за этого возникают скандалы. И обратно услышала автор вопрос много неприятного и как бы ушла. И пишет, что, значит, я не знаю что делать, мне грустно, что он не понимает меня и так далее. Вот, и не заступает. Значит, хорошего в авторах ничего не слышит. Значит, что я сейчас сделаю? Поскольку я достаточно поврёбно отвечал на предыдущий вопрос, то я его читать не буду. Но хочется сказать следующее. Вот, значит, автор пишет. Спасибо всем экспертам, кто откликнулся, я уже спрашивал совета. Психологи не дают совета. Мы помогаем вам пережить тяжёлые моменты в вашей жизни и разобраться в себе. Решить внутренние конфликты. Но не даём советов. Далее. Но всё равно нужна поддержка. Тогда вам нужно выбрать себе специалиста и с ним работать. Так вы получите гораздо больше поддержки, чем в таком формате. Дальше. Значит, по этой ситуации автор пишет следующее. Значит, первое, насчёт кошки. Он, да, она давно его раздражает. Он кричал, что убьёт или задушит, выкликнул окно. За это потом извинился. Но эта тема всё равно всплывает. Поэтому я боялся, но когда мы с вами пришли за вещами, туалет был поменен, он пришёл в магазин и купил корм ей. Покупал игрушку. До этого, в общем, человека не поймёт. Но, насколько по всему, дело не в кошке, а в том, что либо у человека нестабильная психика из-за злоупотребления алкоголом, либо конфликт с чем-то другом. Вот, если эта кошка, например, ваша, да, ну просто вот ваша кошка, то, ну, тут, возможно, такая история, что как бы проецируется на вас, ой, на кошку проецируется отношение, которое к вам есть. Вот. Такой может быть момент. Ну, гунув здесь. В общем, человека не поймёшь, его и не надо понимать, вам бы себя понять. Я поняла, что у него алкогольная зависимость, и всё крутится вокруг этого. Не хочу газовые хорные либо сидеть, сидеть его ждать, либо ездить с ними терпеть его пьяные выходки. Это хорошо, а делать то, что вы, как собрать. Очень сильная связь с братом, а те кто думал, как жить, какая я, ну и плюс им удобно вместе пить. Ну, и что? Человек привык жить так. А вы-то себе как человека выбирали? Ну, муж, мужа в смысле. Что между вами общего? Вот. Как получилось, что вы всё это узнали уже после брака? Засветили никаких попыток связаться со мной. А вот здесь вы говорите про манипулятивную модель взаимодействия с человеком. Понимаете? То есть я ухожу не для того, чтобы уйти, а я ухожу для того, чтобы меня попытались свернуть. Понимаете? Это манипулятивная модель поведения, от неё стоит отказываться. В смысле она порождает ожидания. Да, был расстроен, когда мы пришли за вещами. Он пришёл с магазина, как я поняла, они с братом переписывались насчёт меня. Но ни слова не сказал. А откуда тогда вы поняли, что он переписывался с братом насчёт вас? А я забрал не все вещи, пока мне тяжело, я очень переживаю. Не хочу показаться, забираться, забираться все и видеть их. Ну вот, прожить вам ваши эмоции поможет психолог. Психолог, да? Он не раз хватал меня за руки, за голову, локтём или замахивался, но потом говорил, что этого не было. Брату всё рассказал не так, как было на самом деле. А какая разница, что он рассказал брату? Какая разница, что он говорит? Главное, это было. Как мне понимать, что я теперь одна? Что делать? Вы не одна. Ваш мужчин, скорее всего, захочет вас вернуть. Но дело здесь в другом. Дело здесь в том, что вы созависимый партнёр. Ваш муж зависим от алкоголя, а вы, соответственно, созависимый партнёр. Таким образом. Вот. И в этом смысле вам нужна терапия для созависимых. Вот. Потому что самостоятельно вы с этим не справитесь. Что такое терапия для созависимых? Это в первую очередь работа с самооценкой. В первую очередь это работа с личными границами, со страхами. со своими жизненными целыми, скажем так. Вот. То есть, ну вот, такая модель победения. Здесь необходимо. Понимаете, да? А вы, вот, немножечко, ну, немножечко не то выбираете в качестве терапии. Вот. Понимаете, да? Поэтому я вам, я вам и пытаюсь донести, что средство ведет себя как, как, эм, созависимый партнёр, говоря о том, что, как мне понимать, что я теперь одна. А мы не знаем, как это понимать. Вот. Это, как вы понимаете. Что делать? Что делать, чтобы что? Сколько ждать? А зачем ждать? Понимаете? То есть, вот, всё. Вы ушли от мужем и вы потеряны. Почему-то. Вы на себя не полагаете. Вы говорите, что он обратно зависел, а вы от мамы своей независимой случайно? Как-то так. Вот. Опять же, обратите внимание, сколько ждать чего. Хотите, чтобы он вас вернул. Но при этом же, сами пишите, что, вот, я не хочу, как-бы, терпеть его пьяные выкатки или ждать его, э, ждать его, э, ждать его, э. Ну, понимаете, что своя жизнь, которую вам, которую вам нужно наполнять, если, если она пуста. Вы это делаете? Нет. Судя по всему, нет. Понимаете в том штуке? Вот. И вот, как бы я не наполняю свою жизнь, вы, э, тем не менее, продолжаете быть ориентированной на своего мозга. Вот. Позволяет, да, там, по отношению, ну, по отношению к себе, там, неприемлемое поведение. Ну, вот, э, по вашим словам. Понимаете, да? Какой момент, момент здесь? Ну, вот, примерно, э, так я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. То есть вам нужно выбирать себе психолога, да, и начинать работать. А не, вот, снова и снова, э, спрашивать, что вам делать и так далее. Я понимаю, что вы переживаете, но эти вопросы ни к чему не ведут. Вот. Хоть 10 таких вопросов задать, но эффективнее будет, если вы выберете индивидуальную работу, где, как бы, сможете подробно рассмотреть все, что с вами происходит. Вот. Хоть научиться бесконфликтному общению. Вот. Себе разобраться. Понимаете, да? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обязательно изучите тему созависимости, потому что вы, повторюсь, созависимый партнер сейчас. Ваш муж тоже. Вот. И я скажу такую противоречивую вещь, что ваш муж, он, ну, никуда не денется. То есть он, он будет вас возвращать, потому что он нуждается в вас так же, как и вы. Но это болезненно нуждаемость, это не про любовь. И пока так, вы будете страдать. И самое главное, что будет страдать ваш ребенок. Поэтому либо сейчас все это вы стараетесь осознавать и начинаете работу над собой серьезную. Вот. Либо дальше будет только хуже. Вот. То, о чем я говорю, можно продемонстрировать в виде того, что вы записали его к врачу. То есть, как бы, не ему это надо, а вы его записали вам, это нам. Понимаете, да? При этом вы говорите, что ему удобно пить. Ну, брал. Вот. Так если ему удобно, зачем отказываться от этого? Если его все устраивает, зачем? Зачем что-то менять? Вот. Когда вы говорите, сколько ждать, правда ли я понимаю, что он отказался от нас с ребенком? Ну, как бы. Ну. Нет. От ребенка никто не отказывался. Вот. И в целом, ваша фраза, что от ребенка и вас отказались, звучит несколько эксцентрично, категорично и драматично. То есть, вы драматизируетесь здесь. И это не случайно. Вы хотите более серьезных эмоций. А это значит, более ярких, более сильных. А это значит, что вы, вероятно, не слышите свои более слабые эмоции. Не чувствуете, не замечать. Вот. С этим тоже нужно работать. Всего вам самого доброго, хорошего. Обращайтесь за помощью. Субтитры сделал DimaTorzok